Снег ложится белый-белый На пригорке и дома Искрой и неем оделась Старорусская зима Неподвижность синей речки И не надо ничего На расписанном крылечке Притаилось Рождество Колыбельку покачает И отгонит тучи прочь Все сомнения развенчает Та рождественская ночь Добрый день, дорогие северодвинцы Сегодня мы с вами встречаемся Уже в новом году Хочу вас от всего сердца поздравить С Новым Годом Пожелать всего самого лучшего О исполнении ваших надежд Здоровья И беззолнечного неба Новый Год это всегда рубеж Это всегда момент Когда мы подводим итоги Прошедшего периода И Влагаем надежды В новый период времени Который исчисляется годами Главная надежда наша Конечно Это надежда Приблизиться еще немного К Господу нашему И Предстать перед Ним Когда нам придется Чтобы не Предстать так Чтобы не было нам стыдно За то, что мы Натворили на этой земле Новый Год Пришедший Новый Год Также связан с этими надеждами И мы надеемся также на то Что может быть кто-то Как и мы Найдет себе Опору в жизни Найдет Смысл своего существования На этой земле Найдет путь Которым С помощью которого Можно преодолеть Все невзгоды Сегодня мы также с вами Находимся в преддверии Замечательного праздника Рождества Христова Этот праздник Особый Мы его особо празднуем Потому что он символизирует собой И являет собой Рубеж Тоже рубеж Рубеж между двумя эпохами Человеческой истории Между ветхозаветной Историей И новозаветной Этим событием Завершился Завершилась Ветхозаветная история То ожидание Которое Которое было в человечестве Спасителя И оно пребывало в нем В течение тысячелетий Оно наконец Свершилось Спаситель пришел Сам Господь Родился Как человек И пришел в этот мир Пришел Младенцем В тихом городе Вифлееме Рожденный В пещере Которая по сути дела Являлась Местом Для пребывания Животных Для их Укрытия От невзгод И вот В такой Совершенно невзрачной Обстановке Пришел Царь мира Пришел Спаситель мира Для того Чтобы Прожить с нами Свою жизнь Показать нам Образ Этой жизни И Исполнить То что Задумано было В Святой Троице Исполнить до конца Пройти через Все свои Испытания Пройти через Унижение Пройти через боль И саму смерть И для того Только лишь Чтобы спасти нас Дать нам путь спасения И этот день Это день рождения Новозаветной истории Мы теперь знаем Какой Бог Мы его видели Мы его видим Теперь на иконах Мы знаем Путь По которому нам идти Мы Имеем надежду Мы имеем надежду По окончании нашей жизни Оказаться рядом с Богом Вместе с Ним Ничего этого не было В Ветхом Завете В Ветхозаветной истории Теперь Мы с Богом И Господь с нами Нам лишь достаточно Повернуться к Нему лицом Нам лишь достаточно Возвать к Нему И попытаться Сердце свое Отдать Ему И тогда Господь Будет пребывать с нами И нам Не страшны будут Ни невзгоды Ни радости Субтитры создавал DimaTorzok Во всех храмах города В ночь с 6 на 7 января Пройдут рождественские службы Начнутся они с 23 часов В храме святых Кирилла и Мефодия Торжественная служба Начнется раньше В 22 часа Для тех, кто не сможет Прийти на службу ночью В храме святителя Николая Рождественская служба Состоится также и утром 7 января В 10 часов Рождественская служба Предваряется Длинным Постом Сорокодневным Мы готовимся К встрече с Христом Ограничивая себя в пище В развлечениях И Для того, чтобы Встреча была Более радостной И поэтому После рождественской Службы Можно Разговеться Можно Вкусить Мясной пищей Все готовят Различные мясные Блюда Вкусности Которые умеют И угощают Друг друга Конечно Рождество связано Также с тем Что все дарят Друг другу подарки Подарки Когда-то Были принесены Младенцу Христу Тремя волхвами С Дальнего Востока Золото Как царю Ладан Как Богу И Смирну Как Человеку Смертному Потому что Господь Пришел в этот мир Как человек И с тех пор Люди Вошло в традицию Среди людей Дарить друг другу Подарки На Рождество На Рождество Все радуются Поют песни Дети ходят С колядками Поздравляют Друг друга И конечно же Хотят так же Чтобы их вознаградили Какими-нибудь Чисто символическими Подарками За этот Их небольшой труд Как пойдем мы каля давать Ой найдут ли что нападать Как пойдем мы каля давать Ой найдут ли что нападать Славим мы Христа Самый детский праздник угород С Богом в сердце маленький народ Славим мы Христа Дети обычно поют Чтобы получились разные подарки Конфеты там Сладости Это день рождения Христа Он родился в пещере В пещере И рядом с ним были овцы И потом пришли пастухи И волхвы Он принес радость в мир Он пожертвовал собой Очень радостный праздник И вот мы поем Не знаю Как-то даже в душе радостно становится То что Как-то вот есть такое ощущение Если для взрослых Рождение Христа И путь его жизни Это пример для подражания То для юных Рождественская история Это пока только радостный И светлый праздник В воскресных школах Храмов города Воспитанники готовятся к торжеству В храме святителя Николая В студии Родник Занимаются ребята От 8 до 18 лет Сегодня они готовят Рождественский спектакль-сказку Это такое рождественское перевоплощение Русской народной сказки Морозко Вот И две сестрицы Анастасия Марфинька Они попадают в гости К святителю Николаю Что нам очень Самим близко Потому что мы Свято-Никольский храм И нам было самим очень интересно Вот именно вот эту сказку поставить Почему именно святитель Николай Потому что вообще в древности Святителя Николая Называли рождественским дедом Увидеть премьеру спектакля Можно 7 января В молодежном центре На Первомайской 13А В час дня Там же пройдет награждение Победителей конкурса Рождественских поделок Которые дети готовят Вместе со своими родителями Вифлеемская звезда Ель Расписные котонки Для сладких призов Символы Рождества Сделанные своими руками Их можно принести В храм святителя Николая На Торцево 18А До 6 января Лучшие работы отметят призами Ну а эта кукольная Рождественская история Сегодня рождается В храме святых Кирилла и Мефодия На земле и на небесах Торжество Христа Бога Рождество И вы пастыри Пойдите к нему Поклонитесь ему Возвестить им хочу Радость великую Я же ангел Божий Покажу вам дорогу К Христу Богу Вот он город Вифлеем Что известен будет всем А вон там Вертеп пещера Крепка ли ваша вера? Крепка! Ну тогда в вертеп войдите На младенца поглядите В рождественские дни Обычно оформляют Вертепы Это некое такое сооружение Которое символизирует собой Ту пещеру В которой родился сам Христос И этими вертепами Украшают храмы Эти вертепы можно увидеть В православном просветительском центре Святых Кирилла и Мефодия На морском 30 12 января для всех желающих Здесь будет открыта дверь В чудесный мир Рождества В нашем православном центре Подготовлено несколько мероприятий Посвященных Рождеству Христову Одно из них уже открыто работает Это выставка Конкурс Рождественский вертеп Все желающие Можут прийти Посетить эту выставку И проголосовать За понравившийся вертеп В этой выставке Приняли участие И семьи И коллективы города Творческие мастерские города Даже детский сад У нас один принял участие Так что можете приходить Полюбоваться в нашу красоту Дорогие северодвинцы Разрешите вас еще раз поздравить С Новым Годом С наступающим Рождеством Христовым Сегодня наша программа заканчивается Но мероприятия рождественские продолжаются В этот день Разрешите представить Нашего митрополита Митрополита Архангельского и Холмогорского Он сегодня преподает нам поздравления С Новым Годом И наступающим Рождеством Всех вас Братья, сестры и отцы Поздравляю с праздниками Это Рождество Это Богоявление И есть еще один праздник Это Гражданский Новый Год Я всегда его называю Это тот день Который предшествует Праздник, который предшествует Празднику Рождества Чтобы мы подвели итоги За прожитый год Чтобы покаялись в своих грехах Осудили себя за плохие поступки И решили жить по-другому Чтобы каждый из нас Издавал вот этот Естественный человеческий свет Из своего сердца Чтобы люди вокруг нас Чувствовали тепло Чувствовали доброту Чувствовали вот эту положительную энергию Когда родился Господь Когда Он пришел на эту землю То Он пришел в тихой ночи И одни пастухи Только слышали ангелов Народ спал Мы живем уже в другое время Когда проповедь О родившемся Боге Прошла через все столетия И то, что мы Сейчас будем праздновать Праздник Рождества Христова Это совершенно новая эпоха В нашем мире И поэтому называется Новый Завет Новая Эра Мы начинаем наше исчисление Именно с момента Пришествия в мир Христа Спасителя А для чего Он пришел на землю Приняв человеческую природу Ответ очень простой Для того, чтобы очистить Эту природу от греха Осветить И каждый Теперь из людей Когда принимает Таинство крещения То он соединяется со Христом Соединяется с Богом С Его вот этой природой Человеческой Которую Господь Исцелил Исцелил от страшной болезни Эта болезнь Не рак Эта болезнь Не как-то по-другому называется А именно Грех Вот этот вирус Который Насильственно Был Вторгнут В человеческое естество Через грех И всегда человек Боролся Боролся с пороком Под названием грех Я хотел бы Чтобы каждый человек После А мы все Большинство слышащих Вот это мое поздравление Это люди Принявшие крещение Люди, которые соединились С Богом Дали обещание Жить Вот этой жизнью По заповедям Божьим Я хотел бы Чтобы мы Показывали Вот эту жизнь Чтобы люди ее видели Как ее показать? Делать Дела любви Господь пришел в этот мир Потому что Он любит нас И Он показал свою любовь Стал уязвимым Стал доступным страданием Родился не во дворце Родился в пещере Вместе со скотом Показав нам Образ смирения Если Он перед нами Так смиряется То как же мы должны Смиряться друг перед другом? Как же мы должны Почитать друг друга? Уважать друг друга? Приподнимать Авторитет друг друга? Я хотел бы Чтобы Вот это Слово Родившегося Богомладенца О любви к людям Мы старались Показывать в своей жизни Распространять наше Учение Быть проповедниками Той Великой Веры Которую Несли На нашем севере Наши с вами Деды Прадеды Несли ее так Что даже Ни и сама смерть Не смогла Отлучить их От этой веры Вот это Сила Духа Которая Была Есть И всегда Должна быть На нашем севере На нашей Далекой Но очень Благодатной земле Еще раз Всех вас поздравляю С праздником Храни всех вас Господь Господь